Здарова, ребят, как пожелаете. Да, меня наконец-таки разбанили, слава богу. Такая вот была безумная неделька, благодаря одной неприятной причине. Многие спрашивали, почему же всё-таки меня забанили. Отвечал я много раз, но, к сожалению, не все увидели причину. В общем, вкратце, была у меня такая давным-давно реакция. Моя первая реакция на RYTP ещё шестилетней давности на Гарри Поттера «Философское яйцо». И случился маленький казус, что автоматический бот Ютуба решил, что эта реакция является угрозой для безопасности людей довольно малого возраста. Детишек, так сказать. В чём, собственно, причина? Я не знаю. Почему Ютуб меня, говорится, так вот кинул? Я не знаю. Даже сам Ютуб этого не знает, потому что главная проблема таких вот жалоб — вам не говорят, за что вам кинули. То есть напрямую, там, за этот момент, за вот этот отрывочек, там, с первой по вторую минуту. Нет. Вы сами догадываетесь. Причём самая неприятная апелляция, то есть я подавал апелляцию о том, чтобы, ну, разъяснить, что в этом видео нет ничего противозаконного, что может угрожать там кому-то безопасности. Мы апелляцию через минуту сразу же отклонили. То есть я прислал, и босс написал, что... Чел, мы всё проверили снова, да, за целую минуту мы проверили, а сколько там видео длилось, по-моему, 8 минут или типа того. Мы его проверили за минуту, честно, клянусь тебе, братан, ничего я не имею против, но ты всё равно в ауте, пошёл нахер. Вот так вот и работают автоматические боты, я это, честно, никогда не пойму и не буду понимать. Как минимум я понял одну вещь, что теперь мне нужно в ближайшее время налегать на то, чтобы продвигать телеграммы Бусти. Почему? Потому что по факту они были очень мёртвые, ребят. Вот в плане актива и возможности как-то связаться с вами, если с Ютубом что-то случится, всё было очень мертво. Поэтому, ребят, я оставлю ссылочки в описании, буду под каждым видео стрелять ссылочки на телеграмму Бусти, потому что, блин, очень, честно говоря, меня удивил очередной бан. Это уже, наверное, третий или четвёртый бан за историю моего канала. Там парочку было, да, в период, когда я активно работал. Мне там, по-моему, две недели кинули, сколько, я уже не помню. И ещё вот бан за, как в руче дракона, от Вледушки и вот этот бан, когда уже я активно делал видео. Так что, ребят, заходим на Бусти, подписываемся, заходим на телеграм, потому что, если реально что-то случится с моим каналом или вообще со всем Ютубом, то нужна платформа, на которой мы будем чувствовать себя спокойно. И вот среди всех платформ, где я действительно могу выкладывать видео, не боясь, что что-то случится, это Бусти и Телеграм. И там действительно всё куда... куда спокойнее. Потому что, честно, меня эти баны уже осочертели. Да вообще, за историю канала уже я потерял очень много видео. Наверное, если так подумать, то около сотни точно. Просто потому что кому-то не понравились там моменты из богатырей, кому-то не понравились ещё какие-то вырезки и банили просто даже без выпреждений. Вообще проблема-то в чём? Я не могу этот ролик восстановить вот по Гарри Поттеру философское яйцо. Ну, точнее, Гарри Повара. Почему? Потому что мне его сразу удалили без возможности оправдаться апелляцией. То есть всё, видео было снесено. Я этой логики не понимаю. Типа, если у человека есть аргументы и возможность как-то предоставить доказательства, что он, ну, чист, что в видео ничего такого нет, вы видео сразу удаляете. Ну, как так можно? Ну, в общем, типа того, ребят. Да, неприятный казус, но главное, что я вернулся. Ну и переходим, наверное, к самой важной новости, ребята. Я прощаюсь с этой комнатой. Да, это последнее видео. Там как бы у меня заранее ещё записано парочка видосов. Именно вот здесь. Но вообще всё, ребят. Это последнее видео, которое я записываю в этой комнате. И после этого я переезжаю в Москву к своей любимой потрясающей девушке, где я уже буду жить, активно работать. То есть активно налегать на YouTube, потому что по факту YouTube для меня это реально работа полноценная. В плане того, что именно от него идёт мой основной заработок. Так что надеюсь, что всё пройдёт хорошо, что на новом месте всё будет зашибомба чики-бомбони, короче. Также ещё изменение, что со мной также будет ещё реагировать, ну и вообще снимать какие-либо ролики моя девушка. Надеюсь, вы примете мою прекрасную, замечательную леди-амфетамину. Блин, ребят, честно, волнительно страшно, потому что я провёл в этой комнате большую часть своей жизни. И сейчас я её покидаю. Ну, конечно, я думаю, что вернусь, и может быть, что-нибудь здесь ещё будет, но на постоянной основе эта комната теперь уходит в такое забвение. Но надеюсь, что когда-нибудь, может, ещё раз я здесь что-нибудь сниму. Кто его знает? Жизнь... Жизнь очень штука неожиданная. Один день ты в Москве, другой день ты вообще в Водястоке. Хер знает, что будет завтра, послезавтра. Живите одновременно с сегодняшним днём и думайте о завтрашнем, так сказать. Так же, что ещё в плане изменений, ребят? Я заметил, у меня заказов очень много. Особенно... Только записываю видео, у меня на нос чешется, зараза. Самое главное изменение, ребята, я перехожу на стримы. В плане того, что очень много заказов. Чертовски много заказов. Я не успеваю всех их удовлетворить, потому что люди просят кучу всего. И поэтому я решил. Ну, теперь мы будем вместе с Амфетаминой. И, опять же, как посмотрим. Может быть, в некоторые дни её не будет. Как получится, в общем. Я буду записывать стримы. То есть у нас будут стримы, где мы будем реагировать на заказы. И потом эти стримы мы будем, по сути, аккуратненько так нарезать на реакции. Там, может быть, интро добавлять и прочее, и прочее. Потому что, реально, ребят, отснимать каждый, отдельно монтировать, как бы, это прикольно, да. Но проблема в том, что заказов сейчас много. И мне до сих пор вот пишут о том, что чел, ты не посмотрел это, ты не посмотрел то. А ведь люди, как бы, платили за это. Потому что многие заказы платные. Как бы, я принимаю уже платные заказы на реакции. И там же у меня ещё и Veloat Luna, например. И так ещё не вышел Кабояши. То есть тот же MG это на MGR, то есть, да, Metal Gear Rising. Поэтому самым оптимальным решением для меня являются стримы, которые действительно помогут одновременно и получать новые заказы. Потому что, по факту, сейчас из-за того, что YouTube перекрыл все возможные пути, в плане заработка, потому что там мой суперчат, по-моему, вроде бы не работает. И монетку мне вообще к херам собачьим отключили ещё тем фактом, что мне какого-то хера последнее видео, ну, я и так получал там немножечко, знаете, там 10 долларов. А те мне вообще просто отключили всё, потому что, ну, оказывается, в каких-то видео мы поставим вам жёлтую монетку просто так. Поэтому всё, вы лишились всего, и у вас минимум на три месяца никакой монетизации. Так что всё, жопа. Поэтому сейчас, ребят, я налегаю на стримы и на бусти. Опять же, на эксклюзивный контент, где будут фильмы и прочее. То есть, такие вот различные видосы. Но, опять же, при этом я не хочу, чтобы терялась, как говорится, как бы это сказать, терялась атмосфера. Чтобы это всё было всё равно, знаете, так живенько, позитивненько, чтобы это не превращалось всё в стиле, типа, мы смотрим на стриме, короче, нарезка там, я сижу, попиваю, короче, что-то такое. Нет. Чтобы это было живенько, ощущалось, как полноценная, старая, добрая реакция. Поэтому, надеюсь, что всё в этом плане получится, что наладим, к минимуму, уже по расписанию, я наметил, что будет по три стрима в неделю. Там, по три-четыре, ну, в общем, примерно, ну, точно три стрима в неделю, что с этих стримов всё будет нарезаться. И, по сути, из этого будут реакции. Потому что в чём проблема? Главная проблема вот стримов, которые я провожу с реакциями. Их удаляют за малейшие проблемы, поэтому, чтобы не было таких проблем, мы будем проводить стримы так, чтобы потом их, опять же, резать и сохранять отдельные реакции. То есть, чтобы была хоть какая-то безопасность, потому что, блин, мне реально обидно, что я потерял уже кучу стримов с реакциями. И эти видео, эти реакции, которые, причём люди заказывали, они больше никогда не увидят. Всё. Поэтому вот так вот, ребята, я надеюсь, что всё получится, что как-то будет всё само собой, как говорится, образумится. На новом месте я буду пилить всё больше и больше. Всё-таки, как-никак, я не хочу покидать YouTube, даже несмотря на то, что сейчас происходит вообще, как говорится, с урезанием монетки и прочего. Насрать, ребят, честно. Я готов стримить хоть сколько угодно, но делать реакции, потому что, блин, я чувствую эту отдачу, ребят. Понимаете, ребят, мне приятно, как минимум, факт того, что вы пишете и действительно не просто, знаете, посмотри, посмотри, а действительно, чел, спасибо, чел, ты делаешь это. И, понимаете, для меня это не просто как что-то приятное послушать. Для меня это просто... Особенно настоящая мотивация. Я чувствую, что люди действительно хотят этого. И я не вправе, говорится, просто так вас покидать, вас бросать, вас, потому что, блин, я рад, что у меня есть такая аудитория. Я правда этому благодарен. И все эти шесть лет, вот реально сейчас, вот скоро уже, по-моему, через несколько недель, даже не недель, а дней, уже я буду отмечать шестилетие канала. Это, точнее, шестилетие реакции, мои первые реакции, когда я еще снимал еще в Орловском, в Орловской квартире. Блин, это... Я поверить не могу, реально, что вот столько времени прошло, ребят. Вот серьезно. Так что так вот. Да, опять же, я, наверное, затянул это видео, я его планировал короче, но, знаете, просто факт того, что я записываю последнее вот это вот видео в этой комнате, и буквально уже через часов в десять я больше не увижу это место, как минимум, в ближайшее время. Просто, как вы знаете, наводит грусть. Все-таки, как-то никак это... Вообще, поселок, в котором я родился, он для меня очень важен. Ведь даже несмотря на все ограничения, что у нас не было чего-то в больших городах, возможно, у нас не было каких-то навороченных вещей, я все равно радовался каждой мелочи, то есть всему тому, что происходило. Каждый встреча с друзьями, буквально, я сейчас думаю, через пару часов мы встретимся, чтобы попрощаться, так сказать. Ну, как-то никак мы больше так вот, ну, не свидимся в ближайшее время. И, блин, пипец, я затянул это видео, какого хрена, я тут распитались так долго. Я просто новостью вам хотел рассказать, да. Серьезно, ребят, правда, спасибо, что вы со мной, что вы поддержали меня все эти годы. Я правда рад тому, что я продолжаю это делать, что я верну, возвращаюсь в строй. И, блин, вроде неделя прошла, честно, но скажу, ребят, по ощущениям, будто месяц прошел без видео, понимаете, вот. И, кстати, вот спросят, почему на буксе-то не выходило так много видео. На самом деле, все время у меня сейчас уходило то, чтобы помогать семье, потому что я сейчас уезжаю, а как бы, ну, какую-никакую, но важную работу, то есть, опять же, помощь бабушке своей, своим родственникам я выполнял, ну, активно. И сейчас, по сути, я уезжаю, так что, конечно, изменения, само собой, придут. И при всем при этом, как-то вот смотреть на все это, блин, просто реально, я чувствую себя, понимаете, просто такой мощный эмоциональный бум. Меня просто внутри всего словно раскидывает по частям. Так что так вот, ребят, да, я затянул это видео, прошу прощения, что так вот выплюстил кучу ненужной инфы, но, в общем, надеюсь, на новом месте все будет нормально, что мы с вами скоро встретимся. Даже какой скоро, блин? Какой скоро? Буквально уже завтра я буду в Москве, и там уже буду жить все спокойно вместе со своей любимой, и там уже будем мы пилить реакции по полной просто пилить. И, кстати, не только реакции, это минимум... Я заметил, многим людям понравилось последнее видео по Геншину, и я решил сделать еще одно. Так что, ребят, ждите, оно когда-нибудь выйдет, может быть, даже через пару лет, кто его знает. Так что спасибо огромное, что те, кто заходил в Телеграм во все это безумие недельное, в общем, обязательно подписывайтесь на Бусти и Телеграм, потому что там мы сможем, если что, как говорится, держать коммуникацию во всей... Ну, когда будет какой-то трэш. Либо меня забанят снова, либо на Ютубе будет беда с башкой, кто его знает. Поэтому, ребят, держимся, как говорится, вместе, поближе, чтобы не терять контакт. А я же хочу, так сказать, прощай этой комнате, и спасибо, хочу поблагодарить ее за все эти годы реакции. Я здесь снял более тысячи видео, и... Спасибо. Спасибо всем тем условиям, всем тем жизненным моментам, которые подталкивали меня к тому, чтобы, ну, не бросать все это дело именно в этой комнате. В общем, ребят, увидимся на новом месте. Всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова